На этих кадрах 25-летней давности подписывается соглашение о прекращении огня и разъединении сил в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Тогда документ подписали с российской стороны министр иностранных дел Андрей Козырев, с грузинской спикер парламента Вахтан Гогуадзе. Представителем Абхазии выступил спикер парламента Сократ Джинджолия. 5-6 мая 1993 года проходили эти консультации. Надо сказать, что это речь шла о прекращении огня. Ну, казалось бы, в мае месяце 1993 года хребет этим оккупантам уже был сломан фактически. На фронте у них дела обстояли не очень блестяще. Зачем надо было перемирие какое-то? Зачем прекращать огонь? Казалось бы, вот-вот мы это, так сказать. Мы уже почти нависали на Цухума. Были решины хорошие, занимали хорошие места. Но сегодня можно сказать, что когда даже в парламенте мы рассматривали вопрос, можно ли подписать соглашение о прекращении огня, у нас депутаты не все были информированы и не знали, ну нельзя было. Они были против. Были против проголосовавшие, имея протокол, так сказать, фамилии, кто против, искренне. И действительно полагаешь, ну зачем тогда вот, так сказать, вот-вот. Но силы были все равно неравны. Вот и каждое продвижение давалось ценой огромных усилий, ценой крупных жертв, так сказать. Поэтому, чтобы избежать этого, Владислав Гуркович очень разумно, умно, значит, мудро рассчитал, что потом были какие-то свои планы в отношении организации дальнейшей борьбы. Ну и так что он шел с этим, он посвятил меня в многие, так сказать, планы и прочие. И я, кстати, подписывал это соглашение уже, так сказать, с легкой душой. В самом документе, подписанном 27 июля 93-го, был прописан пункт о создании комиссии по контролю за его исполнением, отметил историк Аслана Альцба. Соответственно, когда подписывался соглашение, каждый из сторон, естественно, любое соглашение, тем более во время войны, это компромиссная вещь. И поэтому любой из сторон читала его в своих интересах. Например, грузинская сторона заявляла, потом говорила и, в принципе, действовала таким образом, что она не считает необходимым выводить те войска, те части своих вооруженных сил, которые состоят из местных грузинских объединений. Абхазская сторона резонно полагала, что все люди, которые стали подружом на грузинской стороне, являются частью вооруженных сил Грузии. А в соглашении 27 июля было прописано, что грузинские войска выводятся из территории Абхазии. Соглашение стало следствием успешной июльской наступательной операции Абхазской армии, подчеркнул Альцба. Но этот договор все же не устраивал грузинскую сторону. Его подписали лишь для того, чтобы хоть на время остановить наступление нашей армии. Исходя из всего этого, стало ясно уже с первых дней после подписания договора, что грузинская сторона не будет соблюдать этот договор. Комиссия, которая была создана, неоднократно фиксировала нарушения грузинской стороны графика вывода войск. Там график вывода войск неоднократно нарушался. И в конце концов, 6 сентября, мы говорим о июле, 27-го года, 6 сентября парламент Абхазии сделал заявление о том, что Абхазская сторона снимает с себя ответственность за соблюдение июльского соглашения, поскольку грузинская сторона не соблюдает. И потом, если вы помните, Абхазин в своих нескольких интервью уже после войны говорил, когда его обвиняли в том, что вы нарушили июльское соглашение, он говорил, мы не нарушали июльское соглашение, мы наоборот, нам пришлось вооруженным путем заставить грузинскую сторону выполнить июльское соглашение. И хоть история не имеет сослагательного наклонения, все равно возникает вопрос, нужно ли было Абхазской стороне заключать июльское соглашение, которое все равно не выполнялось Грузией. На этот вопрос у доктора исторических наук Аслана Аветсба ответ один. Сегодня мне так кажется, что было необходимо подписывать, потому что боеприпасы, с помощью которых проводилось наступление, и наша армия, мы не можем сказать, что она истощилась, исчерпала к тому времени свои возможности, но все-таки были потери, большие потери в грузинском наступлении, у нас самые большие потери. Они были невосполнимы и восполнимы, в том числе и нуждающиеся восстановления, а сами люди, которые были в состоянии продолжать находить их в строю, тоже уставали, армия устает. Подписание соглашения о прекращении огня в итоге было необходимо как абхазской, так и грузинской сторонам, заключил доктор исторических наук Аслан Аветсба. От 30 сентября 1993-го, через два месяца после июльского соглашения, Абхазия одержала победу над грузинскими оккупантами. Анастасия Никонова, Эдуард Ракелян, Абаза ТВ.